Приветствую, друзья! Вы на Мутанте, одном из самых интересных каналов на ютюбе. Самыми интересными эпизодами в мире животных являются кровавые битвы животных и жестокая охота хищников. Именно такая подборка ждет вас сегодня. И напоминаю, что для того, чтобы не пропустить новые и очень интересные ролики, необходимо просто подписаться на наш канал. Ну и заодно поставьте лайк и хотя бы маленькое сердечко в комментах. А мы начинаем! К вашему вниманию ночная встреча и небольшая потасовка между гигантами Африки, слоном и носорогом. Явное преимущество в размерах имеет, естественно, слон. А со скверным и заряженным характером это у нас носорог. Вот звери сходятся, ну и носорог бросается в бой первым. Но слон без особого труда огромными бивнями останавливает живой танк, после чего тем же оружием прижимает его к грунту. С большим трудом, но потомок единорога выбирается из-под пресса бивней и, сделав обиженную мину, бегом покидает поле боя. Грозный мускулистый и мощный лев преследовал изящного леопарда, стремительно несущегося сквозь заросли африканской саванны. Преследование достигло кульминации у старого дерева, чьи мощные корни раскинулись по земле, словно щупальца гигантского осьминога. Леопард, инстинктивно осознавая свое преимущество в вертикальном пространстве, резко свернул и с молниеносной быстротой взлетел на дерево. Лев, несмотря на свою внушительную массу, начал карабкаться за леопардом. Его мощные лапы, не очень уверенно, но цеплялись за неровности ствола. Подъем был тяжелым и требовал значительных усилий. Но острое чувство соперничества и желание устранить конкурента за пищу и территорию подстегивали льва. Царь зверей так и не достиг ветви, где затаился леопард. Его глаза пылали яростью. Но силы постепенно оставляли большую кошку. И вот оно, падение царя. Зебра очень серьезно попала, во время перехода в брод реки, с крокодилами. Сразу несколько огромных рептилий атаковали монохромную лошадку. Они хватали бедолагу, кто за что доставал, и казалось бы никто и ничего уже зебре не сможет помочь. Но вдруг хищники понемногу начали успокаиваться. А вот почему. За травоядную специально, или случайно, не знаю, вступился местный гигант. Крокодилы, после того, как увидели бегемота, отпустили свою жертву, и та, вся потрепанная, хромая, выбралась на берег. На этот раз ей повезло. А вот этой зебре совсем не повезло. Огромная рептилия нанесла ей много глубоких ран. После чего, бедная лошадка полностью обессилела и практически перестала сопротивляться. Чем тут же воспользовался хищник. Крокодил затащил ее под воду. Теперь для нее без шансов. Убегая от стаи гиеновидных собак, бородавочник забежал на берег реки, собаки остановились. Но это еще не все. Со стороны реки, прям из мутной воды, кабанчика уже заметил другой хищник. Крокодил тихо и бесшумно подплыл к травоядному. И вот он бросок. Рептилия схватила жертву зубами и тут же потащила под воду. Пятнистая гиена напала на потерявшегося детеныша африканского буйвола. Малыш, конечно, молодец. Если бы он выжил, это был бы именно тот буйвол, который топтал бы крокодилов. И поднимал бы на рога львов, гиен и других хищников. Но, к сожалению, бычок еще слишком мал и слаб, чтобы оказать достойное сопротивление гиене. Хищник очень серьезно потрепал свою жертву. А вот и мамаша нашлась. Она, естественно, отогнала гиену, но кажется уже поздно. Не знаю, выживет он или нет, хочется, конечно же, верить в лучшее. Вот трагическая сцена охоты трех гепардов на антилопу. Ко всему у антилопы еще и нога сломана. Поэтому шансов у нее практически нет. И вот оно падение. Но есть в этом и позитив. Например, то, что три прекрасных и грациозных хищника будут сыты. К вашему вниманию совершенно отмороженная антилопа, которая настолько поверила в себя, что пошла рогами на тигра. А для большой кошки это выглядит как кушать подано. Садитесь жрать. Тигр, без всякого труда, как говорится одной лапой, свалил свою жертву и схватил ее зубами за шею. И не спеша, никого не боясь, потащил антилопу в укромное место, где и приступит к трапезе. Здесь мы наблюдаем уже последствия охоты большой хищной птицы. Орел поймал гремучую змею, которая ничего не смогла противопоставить сильным и острым орлиным когтям. Змея еще жива, но судя по скорости разделки туши хищникам, осталось ей совсем недолго. Орел запросто своим мощным и загнутым клювом разрывает плоть. Смотрится эта трапеза, конечно же, жутковато. Но природа вообще штука жестокая. Хотя я лично, с детства змей терпеть не могу. А теперь самая жестокая битва этой подборки. Два свирепых, отмороженных сурка устроили между собой чек прям на проезжей части, мир еще не видел такой жестокости. А здесь реальная битва стаи пятнистых гиен против молодого льва. Лев один, но он выбрал очень правильную стратегию, прижавшись спиной к внедорожнику. Тем самым он прикрыл себе спину. Теперь враги не смогут напасть со стороны хвоста. А спереди у него есть чем отбиваться, это длинные и острые когти на массивных и мощных лапах и, естественно, большие и острые зубы. И смотрите, целая стая не может даже близко приблизиться к царю. На этом мы закончили. Не забудьте подписаться на канал, ну и оценить этот ролик лайком или же дизлайком. И поставьте хотя бы маленькое сердечко в комментах. И тогда мы обязательно встретимся с вами в новых роликах. Всем пока!